КОНТУРНЫЙ КАРТАХ В стиле Властелин колец, Гарри Поттера или еще какие-нибудь Варкрафты, не про карточки, а про игральные карты, то тут следует немножечко остановиться и подумать. Вы часто можете услышать, что в карты играть грех, потому что там изображены антихристианские символы, слова, символы, пики, кресты, сердечки и так далее и тому подобное. Если честно, у нас нет информации о том, как эти карты создавались. Мы не можем достоверно знать и наверняка, что какое-то тайно масонское общество в средние века собралось еще раньше или чуть попозже и решили, давайте создадим игру, которая будет порочить христианские символы и самого Христа, в которую будут играть все христиане на планете, при этом не зная, что они при этом порочат Христа. Кто-то сейчас, кстати, скажет, а, ну да, ну так же и было, вы что в это не верите? Ну, нет, не верю. Нет источников, значит, все остальное находится на уровне домыслов. Тем более, если мы уже говорим о чем-то подобном, если мы говорим о влиянии дьявола на род человеческий, то у него есть очень один простой принцип. Он хочет, чтобы ему служили добровольно. Он не любит осквернять что-то так, из-под тяжка. Он ждет откровенного богохульства, откровенных расстрелов икон, откровенных разрушений храмов, откровенного греха в теле образа Божьего человека. Вот это ему любо, вот это ему радостно. Вот за это человек идет в его объятии всей в жизни и в будущей. А вот так, как бы, опосредственно хулить христианство – это слишком по-детски. Поэтому карты мы не играем не потому, что там есть какие-то порочащие нас символы, а потому что это азартная игра. Вот, начиная, ты привыкаешь к картам в семейной обстановке, потом уже знаешь, как в них играть, играешь на деньги, идешь в казино, играешь на большие деньги. И в результате каждый, ну, не конечно, не третий, но достаточно большого количества жен, как правило, жен, вот таких игроков в карты, приходят со слезами, говорят, муж ушел с головой в игру. Ну, все проиграл, вся семья дает за него долги, денег продали, машину продали, квартиру продали, квартиру брата продали. Вот он каждый раз обещает бросить, но потом вдруг выигрывает, какие-то долги отдает, набирает больше, опять играет, опять все проигрывает, проигрывает еще больше, работу не берут. Вот, и что с этим делать, да, есть уже зависимость такая, лудомания даже называется, есть такой умный термин, психиатрия. И здесь даже церковь говорит все, то есть человека зависимого, не лечащегося, то есть оставляй. Ну, сначала попробуй побороться со зависимостью, сначала используй все необходимые методы для того, чтобы исцелить его. Но если он категорически не хочет лечиться, признать свою зависимость как болезнь, то, наверное, пора уходить от этого человека, который убивает твою семью. А начинается с чего? Начинается с игральных карт, которые вы когда-то там на даче просто пасянчик разложили, чтобы поиграть. В шахматы играть, в шашки, в чайпаево, в конце концов, играть в крестики-нолики. А вот то, что может человеку привить любовь к будущим азартным играм, от этого удаляйтесь и отстраняйтесь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...